Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами поговорим еще об одном интересном инструменте программы Adobe Photoshop и называется этот инструмент карандаш. Он находится в той же группе инструментов, где и кисть, с которой мы работали в предыдущие 2 или 3 урока. Давайте мы этот карандаш возьмем и рассмотрим его возможности. Ну, вернее, особенности этого инструмента. Я беру инструмент карандаш и, соответственно, увеличу какой-то размер. И просто наношу какой-то, значит, рисунок. И смотрите, видите, форма вот этой вот окружности, которую карандаш там реализует, она такая пиксельная, да? И вот одной из особенностей инструмента карандаш является то, что у этого инструмента нет жесткости. Ну, вернее, карандаш максимально жесткий, у него нет параметра мягкости. То есть, видите, я, например, мягкость делаю, жесткость сильнее делаю 0, а мягкость она не появляется. То есть, у нас постоянно вот эта вот кисточка, ее форма пикселит. И спрашивается, для чего же тогда такой нам инструмент нужен? Какие идеи при помощи него можно реализовать? Ну, одна из самых распространенных идей, либо технических направлений и творческих направлений в фотошопе является создание пиксель-артов. Что такое пиксель-арт? Это изображение, которое рисуется попиксельно. Я такое изображение, ну, скачал, любое из интернета, чтобы показать вам. Вот примерно вот такая вот история у нас. Видите, тут такой песик. Ну, соответственно, вы можете набрать название просто пиксель-арт в интернете и посмотреть, какие изображения делаются. Обычно пиксель-арт делается на небольшом холсте, так как если мы создадим большой холст, ну, там, например, 1000 на 1000 пикселей, да, то, соответственно, эти пиксели просто не будут видны и не будут ощущаться. Вот. И, соответственно, оптимальный размер картинок для пиксель-арта 100, 120, 150, 160, 200 пикселей, возможно, может быть, чуть побольше. Но именно в этих параметрах у нас и, соответственно, все это работает. И давайте я вам сейчас покажу те настройки, которые нам необходимы для того, чтобы при помощи карандаша создавать такие вот пиксель-арты. Ну, наверное, к чему-то другому карандаш, наверное, его не применишь, да, то есть, например, в ретуши он бесполезен, в каких-то еще инструментах, либо технических направлениях, которые мы уже с вами рассматривали, тоже бесполезен. Собственно говоря, он ведет себя точно так же, как кисть, точно так же. У него есть всякие формы кистей, непрозрачность есть, только нажима нету, да, вот. Но у него, еще раз повторяю, нет именно вот этой мягкости. То есть, как бы мы ни крутили жесткость, хоть в 0, хоть в 100%, мягкость не появится. Итак, какие нам необходимы настройки для того, чтобы мы могли создавать пиксель-арт при помощи инструмента карандаш? Ну, во-первых, скорее всего, если мы будем по пикселю нарисовать, то сам размер, соответственно, карандаша у нас будет 1 пиксель. Во-вторых, чтобы рисовать попиксельно, вот видите, у меня какие-то уже рисунки получаются, да, нам желательно сделать такую пиксельную сетку, опираясь на которую и в виде которой мы можем, соответственно, эти рисунки делать. Давайте посмотрим, какой размер у моего изображения. Я иду в пункт меню изображения, размер изображения. И, пожалуйста, видите, 160 на 160 пикселей, ну, довольно-таки маленькая картинка и с разрешением 72. Ну, почему я именно такое выбрал, да? Ну, дело в том, что я сам не специалист по созданию пиксель-арта. И, соответственно, я попытаюсь повторить вот этот рисунок, чтобы вы видели, как это все делается, да, вот. И он у меня тоже имеет размер 160 на 160 пикселей с разрешением 72, и я поэтому именно такой создал. Соответственно, если вы пиксель-артами не занимались раньше, то, наверное, на первом этапе, если вы хотите в этом потентореть, то надо вам какие-то использовать, значит, образцы. Вот как я это делаю. Ну, если у вас уровень вашего таланта очень высокий, то вы можете рисовать непосредственно на холсте, настройки которого я сейчас покажу, ну, беря свои там рисунки из вашего воображения. Итак, что нам нужно сделать? Так, кисточку, не кисточку, а карандаш мы сделали один пиксель. Так, затем идем в пункт просмотр и идем показать и включаем сетку. Сетка у нас явно не пиксельная пока, но мы сейчас ее настроим. Так, затем снова идем в пункт меню окно, ой, вернее, подключаем просмотр, извиняюсь. Снова идем в показать и отключаем пиксельную сетку. Вот, отключаем. Потом мы с вами идем в редактирование и идем в настройки, именно в настройки сетки. Вот, направляющие, сетка и фрагменты. Помните, когда я вам настройку Photoshop показывал, я вам еще говорил, что некоторые из этих настроек нам необходимы будут только по мере необходимости. И вот эта необходимость для сетки настала. Вот у нас здесь параметр сетка есть. Цвет в этой сетке вот такой вот, он можно будет его поменять, например, на более темный, либо, ну, давайте на более серый, чтобы она нам в глаза не влезалась. Вот такая вот серенькая сеточка будет у нас. Так, это цвет ее. Затем линия у нас будет через каждый пиксель идти, поэтому я пишу здесь один и пишу один здесь. То есть у нас будет сетка, которая будет пиксельной. И нажимаем ОК. И вот, пожалуйста, перед вами вот эта вот пиксельная сетка. И если я буду рисовать, смотрите, видите, у меня как раз по пикселям все там создается, рисуется. Видите, то есть, как я не щелкаю, у меня помещается все в каждый пиксель. Так, ну, я Ctrl-Z нажимаю, назад ухожу. Затем надо еще одну настройку произвести. Ведем опять редактирование. Так, настройки, основные. И вот здесь нам нужно в интерполяции изображения, ну, что такое интерполяция, это сглаживание, да? Надо выбрать по соседним пикселям, сохраняя четкие края. То есть нам рисунок нужен четкий, и поэтому давайте мы пиксельную, вот это именно по соседним пикселям включим. Если мы выберем что-то другое, то у нас будет некое сглаживание происходить, и рисунок будет получаться очевидно нечеткий. Я беру по соседним пикселям, нажимаю ОК, и вот, видите, ну, в принципе, у нас как бы особо разницы нет, но когда рисунок в комплексе будет получаться, да, то тогда, соответственно, мы, значит, это сглаживание будем видеть. Видите, я уже попиксельно что-то нарисовал. Кстати, очень интересная тема по пикселям рисовать, поэтому рекомендую вам в эту тему углубиться. Так, итак, значит, мы произвели необходимые настройки для нашего холста. Кстати, если я нажму комбинацию клавиш Ctrl-1, ну, то есть, чтобы в оригинальном размере посмотреть наше изображение, оно будет такое-то маленькое, да, вот, и здесь Ctrl-1, да, то есть, вот такие они маленькие картиночки. Но, когда мы рисуем, мы, конечно же, их увеличиваем, потому что рисовать в увеличенном виде будет гораздо удобнее, вот, и, соответственно, вот так вот. Так, ну, давайте я не буду по памяти рисовать, я после этого пиксика возьму, перенесу на свой холст, вот сюда вот, да, вот так вот поставлю, и его, соответственно, выровню. Так, чтобы он у меня выровнялся точно по холсту, смотрите, видите, там такие вот появляются фиолетовые быстрые направляющие, вот она фиолетовая, то есть, видите, я по вертикали выпрямил и смещаю в центр, о, видите, вот так, ну, в центре перекрестие фиолетовых направляющих быстрых, это говорит о том, что у нас пёсик выровнялся. Если, допустим, вот эта вот сетка вам мешает, то вы можете, знаете, как сделать, временно её отключить, то есть, просмотр, показать, отключаете сетку, вот, и тогда у вас, видите, вот эти фиолетовые, так называемые быстрые направляющие, они у вас, значит, видны. И вот, смотрите, видите, я выровнял изображение именно по направляющим, теперь я включаю, иду, значит, в просмотр непосредственно, опять включаю через показать сетку, вот, и мы при приближении видим, что у нас вот так вот попиксельно всё здесь размещено. Ну, давайте, во всяком случае, я пока начну рисовать, из-за того, что, если я буду прям всё-всё повторять, это будет очень долго, да, поэтому я начну, только вам покажу, как всё это делается, хотя бы несколько деталей, а потом отключусь и, соответственно, покажу уже окончательную работу, которая у меня получилась. Итак, я это, конечно же, буду создавать на новом слое, и, наверное, я цвета возьму другие. Кстати, знаете, что, вот этот слой можно немножко сделать полупрозрачным, ну, для того, чтобы было видно, ну, на 50%, да, для того, чтобы было видно, где рисуем мы, где, ну, картинка, которую мы подражаем. Вот, ну, и давайте я возьму, например, цвет, так, какой цвет, ну, давайте я возьму чёрный, такой же, да, не буду я придумать что-то с цветом. Вот, ну, я взял инструмент карандаш, так, где он у нас, вот он взял, и, смотрите, и вот так вот, в принципе, у нас к пикселям всё привязывается, вот, я начинаю просто вот так вот, значит, создавать пиксельные вот эти вот изображения, соответственно, если у нас тут, видите, лишний пиксель получился, да, вы можете взять, ну, ластик, да, соответственно, ластик вы, значит, у нас работает, как кисть, жёсткость мы ему делаем, значит, эту ластику 100%, и размер 1 пиксель, и вот этот пиксель я стираю, например, да, но лучше, если мы лишний пиксель создали, лучше же, конечно же, как только мы создали шаг назад сделать, Ctrl-Z, потому что кисть и карандаш, это немножко по своей, будем быть, внутренней структуре, это разные инструменты, вот, ну, кстати, никто нам не запрещает, если здесь у нас толстая линия идёт, увеличить, видите, наш, вот этот курсор карандаша чуть побольше, он на крестик стал похож, и вот так вот мы рисуем, ну, здесь, видите, у нас кое-где серый цвет появляется, да, то есть мы должны тоже за цветной составляющей вести, то есть следить, ну, вот, Ctrl-Z я меньше делаю, и снова пиксель уменьшаю, например, там, до трёх, да, чтобы более точно у меня получалось то, что я хочу сделать, опять, ну, эта работа тоже требует усидчивости, да, вот, всё-таки здесь надо однопиксельным, значит, карандашом всё это отрисовывать, иначе у нас будут появляться ошибки, честно говоря, я уже вам сказал о том, что я пиксель артом не занимался, да, и я честно признаюсь, я вот впервые эту работу делаю, так что вы уже не сочтите за такую неловкость, которая вот у меня появляется, вот видите, опять Ctrl-Z, шаг назад делаю, ну, надеюсь, что после того, как я вам покажу принцип создания этих пиксель артов, да, то, соответственно, вы большего мастерства, чем это у меня есть, достигнете, ну, давайте, вот, допустим, вот это я покрашу, возьму цвет, ну, давайте я возьму, ну, например, зелёный цвет, такой яркий, собачий цвет вот у нас будет, и здесь я уже зелёным цветом рисую, да, вот так вот так вот, сейчас я этот глаз дорисую, и на этом я, ну, как бы, закруглюсь, ну, вернее, отключусь, чтобы не затягивать урок вот, и потом покажу, какая работа, соответственно, получилась у меня с этим пиксель артом, да, вот, в конце уже Можно, чтобы посмотреть, что у нас получается Можно этот нижний слой отключать И вот видите, вот наш рисунок какой выходит Так, ну давайте Я ставлю, значит, свое видео На паузу и после того, как у меня все будет готово Я, естественно, включусь и покажу Что у меня получилось Итак, вот что у меня получилось Ну, в принципе, я полностью повторил пёсика Да, с цветами и так далее Вот, единственные вот очки И глаза пса Собственно, я перерисовал другой цвет То есть, вот такая вот была штука Такая, собственно, получилась Ну, я не ставил перед собой Какую-то цель и задачу создать Что-то свое, творческое, творческое, неповторимое Я просто вам показал Технику, как можно работать Карандашом, соответственно Вот, при создании Пиксель арта, да И я надеюсь, что вам этот урок Понравится и вы сможете Тоже что-то здесь делать Теперь смотрите, какие еще моменты есть, да Ну, давайте я создам новый слой Чтобы свою работу не портить Смотрите, когда вот мы карандашом что-то создаем Вот, вот, что-то мы рисуем здесь, да Видите, такая кнопочка есть Которая меняет основной и фоновый цвет местами То есть, мы, конечно, можем это здесь сделать, да Но, видите, для удобства Значит, разработчики программы вот этот здесь сделали Нажимаем сюда И уже, смотрите Ну, сейчас мы так, черным по белому рисуем Так, если я отжимаю Так, а почему не работает, интересно Так, может быть, это не работает Потому что мы Сейчас работаем именно на слое На прозрачном, да А вот если мы сюда вот, например, встанем, да Так, вот я рисую карандашом Потом Меняю цвета Так, что-то не работает Ну, ладно Давайте я с этим инструментом попозже разберусь, да Но, в принципе, тут вот написано даже Смотрите, что рисует фондовым цветом по основному Да Если мы нажимаем Вот Но я уже, кстати, пробовал У меня получалось это на других холстах Но почему-то здесь не идет Ну, ладно Пускай это будет с моей стороны небольшой такой косячок Кстати, вы посмотрите, как это у вас работает Либо не работает Давайте слой удалю И, может быть, в комментариях напишите Что это такое, да Ну, еще раз повторяю Что я это пробовал на другом холсте И просто менялись цвета Карандаша Ну, с фонова на основной и обратно Так, ну После того, как мы работу сделали Можно, в принципе, значит Пойти в просмотр И Значит Отключить вот это Ну, отображение сетки Показать Вот сетку мы убираем И вот такой вот у меня получился пёсик Вот такой вот он был, кстати, да А вот такой вот он у меня получился Вот Это и есть PixelArt Соответственно, после того, как вы Закончили работы С PixelArt, да То вам нужно настройки, наверное Вернуть на место некоторые Ну, что касается сетки Вы же ее не постоянно пользуетесь Вы можете настройки ее не возвращать на место, да Но в основных вам нужно Снова вернуться Значит В интерполяцию изображения Либо в билинейную, например Либо в бикубическую Автоматическую, например Что будет, в принципе, практически одно и то же Вот Ну, в принципе, все Вот Спасибо за урок Ой, извиняюсь Спасибо за то, что Набрались терпение Досмотрели до конца С вами был Александр Семенов Желаю вам творческих успехов До новых встреч